Девушки отдыхают Ничто не угрожает. Белова не вернуть. Здесь мы бессильны. Но мы по-прежнему можем дать Нивану второй шанс. Найди все огоньки. Пусть они снова будут вместе. А Моки... Приглядывай за ними вместо меня. Приглядывай за этим краем. Кто знает, может это лишь тебе под силу. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, меня зовут Ротовара. Мы продолжаем страдать воре и зов огней. Кволок погиб. Кволок погиб, но это не означает, что... О, все потеряно. Мы должны выполнить его просьбу защитить Моки. Но честно говоря, немножко странно. Получается, что мы таким образом приковали себя к этому месту. Он хочет, чтобы мы... Хотя, с другой стороны, если мы сможем этот лес освободить от упадка, да, то наше присутствие здесь, в принципе, уже не нужно будет. Особенно, если снова мы сможем возродить Иву и появятся такие же духи, как мы. Хорошо. У нас есть цель, у нас есть она. Хорошо. Смотрите, что я сделал еще. Я прошелся по всей карте, собрал все, что мы с вами упустили. Купил, кстати говоря, у Люпа еще один кусочек карты, который показывает осколки жизни теперь. Но меня смущает, что на всей карте показаны только три осколка жизни и три осколка энергии. В тот момент, когда нам надо собрать всего по четыре. И того, и того. Это... Это странно. Это немного странно. И у меня такое ощущение, как будто мы пропустили очень много... Этих... Осколков духов. Вроде как на карте они не обозначаются, как будто бы мы все-таки ничего не упустили, но все-таки бывает такое, что оно пропадает. Тут у нас был слух, кстати говоря. Я его разведал, это было просто испытание. Оно было несложное. А вот. Так, хорошо. Тем не менее, перед тем, как одевать чей на голову и брать наушники в руки, нам обо всем, что произошло, стоит сейчас переговорить еще раз. С жителями этой деревушки, это во-первых. Во-вторых, у нас тут был Моки, помните? Который искал к волка, хотел с ним посоветоваться. Я с ним уже переговорил. Он дал амулетик, который попросил отнести вот сюда. Вот. А еще у меня есть одна догадка насчет того, как решить здесь загадку. На самом деле, по-моему, там все сильно проще, чем я предполагал изначально. Но! Перед тем, как все это делать... Знаешь, дух, мне уж было казалось, что все и вправду. Налаживается. Для кого-то надежда покинула Неван вместе с духами. Акволок не переставал верить. Он стольких спас. Я сделаю все, чтобы его труды не пропали даром. Но сейчас мне очень одиноко. Я буду по нему скучать. Да, они уже в курсе. Так, что мы можем сейчас сделать? Так, последний штрихмоки, правое средство, это только полдела. Так что стало красиво. Нужен еще последний штрих, то бишь цветочки, да? Ну, давайте... Достроим в любом случае домики. Угу. Я так понимаю, в этот домик я тоже могу теперь зайти, да? И нам остается еще где-то 7 кусочков руды достать. Я пока, честно говоря, не понимаю, где, может быть... Ну, хотя у нас еще куча всего не следовало. Значит, тут есть место, тут есть место. И что-то еще находится за этой дверью. Кстати говоря, тут еще есть тоже... Тут еще что-то есть. Из-за... Из-за крик я не могу туда попасть, к сожалению, пока что так. Ну, хорошо. Хорошо. У нас, кстати говоря, сколько сейчас есть... Осколков почти 2000. В принципе, можно было бы... Но я сейчас коплю, я не буду их тратить. Я сейчас коплю их на последнюю карту у Люпо. Он, к сожалению, скидку на нее не делает. Поэтому копить придется много. Там что-то в районе 6500 нам нужно. А когда мы ее купим, я бы хотел улучшить то, что мы сейчас носим. Например, вот это, чтобы получать чуть-чуть меньше. Хотя это можно было бы сделать и сейчас. Да? Почему бы и нет? 900, в принципе, не так уж и много. Пускай будет так. Это нам поможет. Впоследствии. Угу. Так. И в шахту мы пока отправиться, в принципе, не можем. А что ты по поводу всего этого думаешь, Матей? Странно. Он по какой-то причине не говорит ничего нового. Вы мне вроде бы рассказывали, что он как раз все время что-то рассказывает. Но похоже, похоже, все-таки нет. Так. Здесь домики у нас закрыты. Я думаю, что впоследствии, когда мы их починим, они будут всегда открыты все-таки. Так, я тебя помню, да. Я тебя помню. Мок-храбрец. Что? Что вот это вот с домик? Для кого мы его построили? Так. Скорее бы отправиться в новое приключение. Хотя можете останусь здесь, чтобы повидать о своих приключениях другие Моки. Да, такой расклад мне больше по душе. По факту Моки довольно трусливы. Трусливы, но... Даус. Рачки милы. Я. Ага. Ну я вообще надеялся, что в последних домиках, возможно, будет спрятана руда. Потому что нам ее действительно надо много. И еще найти. Угу. Угу. Так, нам еще нужен... А нам еще нужен талия. Угу. Надо как-то найти способ... Надо как-то найти способ... Поджечь нашу вот эту... Наш светильник. Может быть, можно было бы как-то от искорок это сделать, я даже не знаю. Вот это очень странное место, кстати. Такое впечатление, как будто бы вот этот осколок можно разбить. Но нет. Ого. У них действительно очень много осколков бывает в домике спрятано. Далее. Я принес тебе еще семечка, кстати говоря. Угу. Прилипалые. А ну-ка. Что-то я не помню таких... А, это... Это цветочки, за которые я могу цепляться. Да. Точно, точно. А, вот как ты по итогу хотел, чтобы я туда... Чтобы я туда залазил. Без использования способностей. Хорошо. Допустим. Так, мы ему еще должны последнее семечко принести. Уфр, ты... Мне ничего не хочешь сказать, да? Блин, такое впечатление, как будто мы с вами действительно не сможем. Здесь все собрать. Так, это макия, которая согрелся. Да, я помню. Угу. Я имею в виду, что мы, скорее всего, не сможем собрать все способности. Потому что для них здесь нужно похуже. Нужно будет заниматься фармом. Я, честно говоря, этим заниматься не хочу. Потому что фарм это точно не про Ури. Я вам так скажу. Так, идемте вот сюда. Я хочу сейчас сходить к току, решить эту загадочку. Я думаю, что я знаю, что делать. Длинная. Короткая. Два раза средняя. Длинная. Короткая. И длинная. Да, это оно. А теперь нужно достать оттуда артефакт. Простите, если вы мне вдруг подсказывали, как это сделать. Я просто все еще... Не могу... Все еще не могу прочитать эти ваши подсказочки. Если вдруг что. Потому что я эту серию еще не выпускал. Где я пытался разбираться с этой подсказочкой. Я эту серию только сегодня сделал. Сейчас только ее... И сейчас, спустя там пару часов, я продолжаю дальше. Смотреть, что у нас тут происходит. Здесь на самом деле все было очень просто. Я еще раз просто, когда бегал по карте, переговорил с толком. Он сказал, что он не умеет читать каменные ноты. И я так посмотрел, что видите, длинные камни, средние и маленькие камни относятся к вот этим цветочкам. Имеется в виду длинные цветочки, маленькие цветочки, средние цветочки. В общем-то, все ясно. И надо было просто отыграть эту последовательность слева направо. Так, ток. О, проход в подлунный нур открыт. Здорово придумано. Это, да. Что есть, то есть. Но что это за место такое? Я уверен, что, чтобы забрать то, что у нас здесь находится, то бишь... Глаза леса, нам нужно пройти здесь. А что это за подлунные норы? Какое-то смежное место. От заразы. Здесь может довольно опасно быть, судя по всему. А, там люпа. Слушай, ну если тут есть люпа, то, похоже, это действительно... Похоже, это действительно может быть целой гигантской локацией. Я запамятовал, что они взрываются. Ага. Как интересно. То есть, это порталы, я в них... Я думал, что они меня засасывают, но мне в них нужно именно заходить люпом. Что ты думаешь насчет всего этого места? Приветствую. Мне кажется, или здесь слишком уж трудно ориентироваться. Эти туннели ведут в самые невообразимые... В самых невообразимых направлениях. Интересно, почему... Почему? Может, коль у нас струны как-то по-особому? А может, дело в упадке? Ну да ладно. Главное, при составлении карт не заскучаешь. Не, ну он действительно сделал нам, кстати говоря, гигантскую скидку. И теперь вообще дарм он нам их отдает. Так, че еще? Ммм, угм. Как интересно. И это ради... По сути, это ради артефакта. Может быть, нам ток действительно за это даст то, о чем я думаю. Какой-нибудь осколок жизни или энергии. Тогда это станет... Тогда после этого станет ясно, почему они не отмечаются на карте. Понимаете, я очень хочу собрать все вот это. То есть, труду, испытания, вот это вот все. Потому что выглядит так, как будто бы мы возрождаем древо. Как будто бы от нашей силы зависит то, как хорошо мы ощущаем сам лес Нивана. И даже, может быть, какую-то связь с древым духом в Нибыре. Восстанавливаем. Я, честно говоря, даже не знаю, что можно еще думать по этому поводу. А, то есть, если я именно... Прыгаю. Я так понимаю, что чем выше я прыгну? Тем выше я подлечу в итоге. Вот если я упаду прямо отсюда. Ага. Так, наверху дверь. В принципе... Смотрите, Люпа постарался очень неплохо, потому что... Какие-то пузырьки с мне. Потому что... Видите, он даже показал, что с чем соединено. Если обращать на это внимание, то... Тихо. Если обращать на это внимание, то, в принципе, можно будет даже сильно не... О, осколочек. Отлично. Можно будет даже сильно не заморачиваться. Ну, это сам артефакт. Ясно. Но получается, что наше... Что наше путешествие начинается вот отсюда. С этой трубы. Угу. Я, правда, не понимаю, почему вот тут труба не работает. А, нет, работает. А, зараза. Прямо... Прямо как знал, куда я прыгну. Угу. Так, Люпа вот это вот поотмечал, что оно работает именно так. Да. Чтобы забрать осколок, нам нужно забраться как-то наверх. А наверх у нас ведет... По-моему, это нужно сделать просто ногами, да? По итогу. Да, похоже на то. Я, честно говоря, думал, что... Нам придется решить несколько головоломок, чтобы добраться до сюда. Отражение. Так, ближний бой отражаем снаряды. Ммм. Я так понимаю, что чтобы это сделать, это нужно по ним именно ударить. Звучит неплохо. Я, кстати говоря, немножко... Ммм, пересартировал наши осколки, которые мы используем. Я решил поставить... Я решил... Эту подсказочку я уже прочитал, но я додумался от этого чуть-чуть раньше. На самом деле, я решил использовать осколок жизненной силы, который наносит на 10% больше урона, когда ячейки заполнены меньше, чем наполовину. И мы нашли еще вот этот вот последний рубеж, который наносит урона больше, если у нас жизни больше. А, нет, менее 15%, а здесь, подожди, тут у нас... Да, заполнены больше, чем наполовину. То есть, получается, что в зависимости... Независимо, точнее, от того, сколько у нас здоровья, у нас все равно будет повышенный урон. Это, честно говоря, просто охренеть. По-моему. Так, если я упаду отсюда, никакого толку это не даст, ясно. Мне кажется, что здесь надо не скакать, а просто найти правильный путь. Вот если я сейчас запрыгну сюда, то мы отправимся... Ех, так, вот сюда. В принципе, здесь даже особо лазить не надо. Здесь надо только... Добраться вот до рычага и до этого всего-то нам все. Ого. Интересно знать, кто настроил вот это вот все? Это точно могли быть горлоки? Им есть смысл этот артефакт прятать вообще? Так, окей. В принципе, особо сложным это все не выглядит. Просто идем вперед пока что. А это куда? Временно. Ясно. Мне нужно разобраться в таком случае, как попасть вот в тот портал сверху. А чтобы в него попасть, это нужно попасть вот через вот этот снизу, кажется. Так, допустим. Либо так, либо можно попытаться немножко по-другому сделать. Вот так, например. Но подожди. Я же могу еще... Зараза. Я же могу при желании еще выше залезть. Так, надо этим избавиться. Мешать немножко. Допустим. Так, ну, честно признался, я, по-моему, сейчас действую совершенно не так, как предполагала игра. Все просто из-за того, что у нас здесь получили... Из-за того, что мы сюда попали, видимо, чуть-чуть раньше, чем положено. Ой, чуть-чуть позже, чем положено. Ну, это немножко странно, потому что я считаю, что такие моменты... Нужно было все-таки продумывать. Что если у нас... Что? Что если нам давали... Ого. Что если нам давали возможность зайти сюда с такими способностями... То, значит, нужно было... Что-то сделать такое, чтобы мы не могли с... Чтобы мы с ними и так просто не прошли, короче говоря. Я! Ага. Смотри, как интересно. Все это время здесь был проход. А я все это время предполагал, что он здесь должен быть, потому что... Очень странное место. Видите, оно немножко затемнено было. Хорошо. Теперь нам остается только забрать... Сам артефакт. Вообще... Блин, давайте хотя бы посмотрим. Ух. Что там нам наверху готовили на случай, если... Ага, на случай, если бы мы все-таки сюда попали. Ух. Я понял. Ну, не то, чтобы... Ай. Не то, чтобы сильно... Сильно что-то сложное, ясно. Где-то мы уже только встречали. А, точно, лопатный. Хе-хе, лопатный брацарь это был. Ух-хе. Ух. 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 Я, кстати, пытался немножко все-таки фармить, но... Чтобы купить все, что у нас есть, и все это прокачать. И в итоге понял, что это действительно не очень интересно заниматься в Воре. Воре не про дом, и я понял, что я не хочу это. Если мы что-то сами не прокачаем, ничего страшного. Не очень хорошо быть, если мы сами все не найдем. Я буду стараться искать все все-таки. Но гнаться за прокачкой наших способностей я не буду. Так, странная плита. Интересно. Я так понимаю, ток нас, да, будет ждать на выходе. Ну, пойдем к нему. Надо сейчас еще не забыть отнести амулетик там, где жил Кволок. Заодно сможем провязать, кстати говоря, Ку. Она тоже находится в лощине Кволок. Я на самом деле немножко волнуюсь, потому что... Не могу сказать, что лощина Кволок достаточно безопасное место. Это, во-первых, во-вторых, без Кволок тем более небезопасное. Я просто думал, что они Ку перенесут в деревушку. Они оставили ее там. Почему? Ток, я принес. Ну-ка, это же ключ к каменному шифру. Жаль, что у меня раньше его не было. Погоди, нет, тут ведь все наоборот написано. Да, бесполезная штука. Огромный со сдуховным светом и все. Ну, тоже неплохо, но я все-таки надеялся, что... Это будет Осколочек. Мы, кстати, прямо вот здесь пропустили один. И да, вот тут, помните, был тоже Осколок. Я смог его забрать. Я все-таки смог его забрать. Там, оказывается, вот тут было место песчаное. Помните, это была, оказывается, своего рода арена. Погоди, секунду, а... Я не вижу никаких путей, как туда можно было бы проникнуть. Странно. Может быть... Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Прикинь... Просто отыграть с задом наперед. С ума сойти. Хорошо. Так. Мы теперь, помимо прочего, еще на 25% больше урона наносим. Слушай, да это просто невероятно. Мне кажется, что мы теперь будем просто колоссальный урон наносить. Хорошо. Хорошо. В принципе, нам здесь делать больше нечего. Судя по всему, да? Единственное, что у нас остается, это отправиться за последним... За последним кусочком света. Но сначала надо отправиться в лощину Кволока. Ку... Ку... Ку, как ты? На, Мокки, очень грустно от того, что Крик ранила совушку. Еще нам грустно от того, что с нами нет Кволока. От того, что ты помогаешь нам не грустно, но тревожно. Я даже не знаю. Ага. Вот, они уже возвели, похоже, памятник ему, да? Хм... Я думаю, что тот Мокки в итоге должен... Будет прийти домой. Обычно все Мокки, которым мы помогаем, они приходят в деревушку. И, кстати, смотрите. Вот здесь вот в мельнице тоже остался один. Но я к нему пытался вернуться. Я его там просто не нашел. Я просто хотел с ним поговорить. Возможно, он что-то сказал бы. И... Из-за чего он не возвращается. Но по какой-то причине он не хочет. Один Мокки находится вот здесь. Вот еще тоже ничего особенного не говорит. Этот находится просто на входе. И, ну, в принципе, все остальные у нас вроде бы вернулись домой. Так, ну хорошо. Нам теперь остается только спуститься вниз, по идее. Но там тоже есть своеобразная проблема. Заключающаяся в том, что... Я не знаю, как спуститься. Вот и все. Проблема... Проблема из-за того, что... Я помню, что там был какой-то механизм. Так, нам сюда, да. Там был какой-то механизм, который я так и не понял, как... Как... Как крутить. Я уверен, что мы сейчас, конечно, разберемся, но... Есть тюльтаз. Есть нюстки. Кое-какие сомнения на этот счет. Причем, судя по всему, это путь к паукам. Еще одна моя... Любовь, скажем так. А, на Моке помогут. Когда пришла тьма, Кволок отправил Моке взросшие недры на разведку, но врата оказались закрыты. А теперь Кволок отправил нас открыть их. Все потому, что внизу заплутал огонек. Прямо как твой. Маханький. Сиротливый. Там темно, но ты его найдешь, если будешь сиять ярко. Хе-хе-хе. Будем тебя ждать. И держись этим и подальше. Она скользит. Она поглощает. Я вас услышал. Я вас услышал. А, собственно, как залезть так высоко? Я не знаю. Идем пока дальше. Я ожидаю, что здесь будет довольно... Трудно. Ага, смотри, она еще все в паутине. А когда мы ее цепляем... Хе-хе. Мы к ней, похоже, прилипаем. Да, и тянем за собой... Да-да-да, и тянем за собой эти шипы. Кошмар. Мы очень вовремя получили. Получили повышенный урон, я вам скажу. Прямо очень вовремя. Может быть, здесь будет, кстати, что-то, что поможет нам... Что поможет нам... Да что ж такое, с симой справиться? Ммм, как интересно. И жутко, потому что такое впечатление, как будто бы я достаю чью-то лап. Хе-хе-хе, я не очень хочу, чтобы это было так. Допустим. О! Прекрасно. Можно ориентироваться под тем осколком, которым мы уже нашли. Четыре штучки. Если я правильно понимаю, то... А, нет, смотри. А, нет, все правильно, да. Нужно еще шесть найти. Всего их сорок. Четыре у нас есть. Все. Все правильно. О, нет. Здесь глаза леса поглязли беспросветной ночи. В этих лесах всегда было темно, но из-за упавка тьма стало гуще и опаснее. Боже, смотри, оно еще шевелится. Фу. Я ненавижу пауков. Просто терпеть их не могу. Не то, чтобы они... Что-то плохое... Делали, но они очень мерзкие. А можно мне такого же с собой, пожалуйста? Скорее всего, у нас тьма сразу же убьет, мне так кажется. Вот было бы жуткость, если бы эта лапка еще втянулась бы. Ну, блин, я не знаю. Давай попробуем... Давай попробуем это провернуть еще раз, только так, чтобы... Только так, чтобы забрать осколочек снизу. Сверя, пачков убить нельзя, они убегают. По какой-то причине. Было бы классно, если бы он мог этот фаерболт просто зажечь руки и просто нести его с собой. Это было бы прям очень полезно. Так, пойдем со мной еще разочек. Не знаю, сработает ли, но я просто видел внизу свет. Хорошо. Давай попробуем, может быть... Не под воду сейчас идти, попробуем просто налево... Дойти... Пока не упремся во что-то. А там... Ага. А-а-а, ясно. По-другому не получится. Я не знаю, возможно, нам нужно будет что-то. Я даже практически уверен в том, что нам что-то нужно будет, чтобы пройти. Тимул. Может быть, знаете, может быть, мы сможем в тот светильничек... Кстати говоря, у Грома такой же светильничек есть. Может быть, мы здесь сможем его зажечь как раз. Может быть, сможем одну из таких... Постоянно все... Она все прогибается, как будто бы живое. Может быть, мы сможем одну из таких бабочек светильник за... Заточить. Тихо-тихо-тихо-тихо. А-а-а, это... Это коконы. Боже, это гигантские мотыльки, которых паук просто оплел. Ё-моё. Ага. Жуть. Они тоже источают свет. То есть, создание тьмы, которая источает свет. Как иронично. Спасибо, что это не ножки паучка. Благодарю. Блин, так... Так жалко, что они умирают после этого. Они мне напоминают... Они мне напоминают бабочек-однодневок, знаете? Ай! Это и грустно, и... Но, тем не менее... Очень философски, знаете, то есть... Жизнь... Всего в одном дне. Мы, как существа, которые можем жить... Десятилетиями. По сути, прожигаем свои дни. В тот момент, когда бабочка пытается... Один, этот один несчастный дневник. Прожить. Сделать всё. То есть, и пожить, и воспринимать потомство. Заделать. И, короче говоря... Хе-хе-хе. Это как, знаете, как в Гамакошках было... Мультик такой, помните? Там тоже была... Была раса, которая жила всего-навсего... По-моему, то ли несколько дней, то ли неделю, не помню. Вот. Это тот момент, когда... Главный персонаж... Практически... Ну, он вообще, можно сказать, не менялся внешне за эту буквально недельку. Его друг из того разу уже успел родиться. Хе-хе. Пройти совершеннолетие. Ну, в своём... В своём понимании, скажем так. Состариться и даже умереть. Так, у меня, на самом деле, это не в ту степь повело. Немножко. Ага. Похоже... Похоже, это будет источник свита, да? Если я его открою, то... Тихо. Да, зараза. Как ты знала? Что-то такое. Я надеюсь, это просто растение. Так, быстро. Но это не растение, это... Нечто похуже. Есть одна такая маленькая проблемка. Я уверен, что здесь... Есть хранитель всего этого места. Который определённо будет... Ой, какой немаленький. Я! Представляете, даже несмотря на то, что у нас много энергии, всё равно не хватает. Пока что пойдём за светом. Я практически уверен, что что-то... Что-то должно... Что-то должно быть! Что-то должно быть, что поведёт нас через тьму эту всю. Я даже не знаю, что... Что получается на... На... Наугад бежать! А если всё-таки сюда? Мне это место напоминает место из Хэллоу Найт. Тоже гнездо. Кстати говоря, эти мухи живы. Я удивлён, что не размером с Мокки. А то и больше. Угу. Возможно, я поступаю неправильно. Может быть, стоило бы... О, отлично. Может быть, стоило бы всё-таки попытаться исследовать место до того, как мы получим свет. Да ладно, ты мне поможешь! Большое тебе спасибо! Спасибо! Смотри, тут что-то есть даже. Что это такое? Это семечка, наверное, да? Семечка этого места. Семечка этого места. Угу. Нет, 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 нет. Спасуй меня! Ну, интересно то, что здесь все, так или иначе, обладает каким-то светом. Вот даже этот паук. Источает свет абсолютно все. Но только уриеву не хватает, чтобы... Нет, только уриеву не хватает, чтобы чувствовать себя комфортно. Угу. Угу. Ага, ясно. Даже эта дверь источает свет. А, нет, это потому что вокруг нее, вокруг нее эти самые грибочки, ясно? Я уже даже не знаю, за кем идти. Одна следует... Господи. Одна ведет вниз, другая ведет наверх. Давай, давай пока пойдем за этой. Мне кажется, что она может привести нас в секрет. Засранец. Засранец. Угу. А, тут еще и испытание. Боже. Я не представляю. Гонка. Представляете, гонка в этих потемках. Это ж с ума сойти можно. Нет, 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 аккуратненько. Так, я абсолютно не представляю, что мы сейчас сделаем, честно говоря. Мне все-таки кажется, что сюда нужно будет вернуться еще, когда у нас будет возможность исследовать это без помощи фей. Потому что мы слишком много всего упускаем пока что. И я ничего не могу с этим поделать. Но при том, удивительно, что здесь есть свет. Ага, а вот как раз и гонка. Но она пока что подождет. Ага, а вот как раз и гонка. Ты привел меня на могилку. Я тебя понял. Может быть, кстати говоря, у этого духа была возможность как раз светить ярче. Так, вспышка. Мы начнем светиться и нанесить врагам урон. А ну-ка. Мне кажется, что это как раз то, что может нам пригодиться. Да, это похоже оно. Отлично. Вот теперь можно будет нормально смотреть, что мы упустили. Как долго, то вспышка будет действовать, интересно. Будет очень плохо, если оно закончится в момент, когда мы выйдем в воздухе. Представляете? Люпо! И ты здесь, серьезно? Какого черта? Как ты сюда попал вообще? Эй, привет! Жутковато здесь, а? Или только мне так кажется? С одной стороны, тьма из-за упадка опустилась довольно жутко. А с другой, лучше уж мать, чем то, что в ней сокрыто. Короче, я понял. Здесь прикол в том, что эти места, они сами по себе были вот такие, какие они есть. То есть имеется в виду предел Бауэра всегда был заснеженный. Как вы мне говорили, пустынные, подветренные пустоши всегда были пустошами. Вот. И прикол только в том, что упадок усилил весь этот эффект. Вот в чем суть. Он просто его усилил. Я понял. То есть то, что было, по сути, и без того тьмой. Стало слиться слишком большой концентрацией. Угу. Волна духов. Чем больше духов нас это, тем больше урона мы наносим. Серьезно? Ого! Если мы еще и это возьмем, это будет вообще что-то невероятное. Я даже не знаю вместо чего. Допустим, вместо притягивания. Да нет, она нам надо. Да в принципе, урона не так хватает. Нафиг нам больше. Да? Прикол в том, что после вот этого всего нужно заново забирать то, что мы с вами упустили. Из-за смерти. Из-за смерти. Кстати, из-за этого некоторые вещи, которые мы с вами забирали вместе, я потом, когда перепроходил карту, выяснилось, что... Что они снова появились, представляете? Те вещи. Так, и у нас только один шанс выбросать сюда сейчас будет. Так, не отвлекаемся. У нас очень... А, уже в принципе, уже все в порядке. О, слушай, очень хорошо. Интересно, он будет так на всех работать? Этот свет. Если это... Если да, то это очень круто. Ну, хорошо. Раз мы здесь, давай сразу пройдем испытания. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Йес! Это оказалось не так сложно, как я предполагал. Фух. Так. А вот это, кажется, испытание сражения. Да, ну, идем сразу туда сходим. Не, ну, когда у нас появился свет... Уже не так страшно. Вот видите, вот только что здесь появилась руда. А стоит мне погибнуть или уйти... ...отсюда? Скорее всего, я бы ее уже никогда в жизни не нашел. И сколько мы таких кусочков еще упустили, я, честно говоря, даже представить не могу. Мокки? Здравствуй, дух. Что это у тебя, светильник? Без ничего? Я же смогу посадить в него светильников и осветить себе путь домой. А это тебе. Еле достала. Липнет жуть. Так, шелк высочайшего качества от обитателей заросших недр. Блин, а кому он нужен? Кому эта штучка нужна? Я не помню. Я даже не знаю, кто занимается у нас шелком, кто на что вышивает. Ну, в принципе, как чего и следовало ждать, что либо здесь кому-то нужен был бы светильник, либо кому-то все-таки вот здесь вот. Либо нам нужно было бы, чтобы осветить то место. Но так как у нас есть... Так как у нас есть способность, а это нам уже не надо будет. Светильник, я имею ввиду. Вода здесь, кстати, я бы тоже не сказал, что сильно пригодна для плавания. Тихо. Она же будет работать в воде? Ну, вроде да. Так, что здесь? Ну, я ничего не хочу сказать, но мне кажется, что я буду эту способность теперь использовать все время. О, отлично. Она сама по себе очень удобна. Если бы мы, допустим, с Кволоком сражались, мне достаточно было бы стоять просто возле него рядом. Более того, эта способность, обратите внимание, она... Она еще станет, помимо прочего. Это очень круто. Угу. Оу. Давай сразу сделаем вот так На всякий случай Кроме прочего, если это сейчас будет сражение То нам желательно пойти туда С полным здоровьем, по-моему Так, а вы теперь давайте Посмотрим, что это такое Это, по-моему, одно из предпоследних сражений Если я не ошибаюсь А может даже последнее Угу Вот с кем-с кем Вот с этими Тварями сражаться Чёртовски не люблю Да, чтоб тебя Да ты посмотри Они меня сейчас просто заплюют Тихо-тихо-тихо-тихо Хоть одну споймать Да что ж такое И ещё не всё У нас, кстати, турель есть Которую я так ни разу практически и не использовал Да ты посмотри на этого паука Ну это было не очень сложно Так, ну-ка Теперь мы можем Кстати говоря, да Последняя способность, которую мы можем поставить Это может быть Как раз Как раз вот это вот, например Так, мы наносим больше урона Когда у нас есть духовный свет Максимум 3000 искр То есть до 3000 у нас урон будет больше Окей, хорошо Пускай будет так Да, есть ещё одно испытание Вот тут вот Слева внизу, видите Ещё одно должно быть Какое-то Ну, в принципе В принципе Всё хорошо Остается только вот это вот Забрать По идее Короче, через воду, да? Можно будет туда проникнуть Ну Спасибо хотя бы на том Что Эти Грёбаные пауки Не плавают Я снова вздушный мешок Ну Всё-таки Всё-таки В полном рыцаре Такие места были более жуткие Несмотря на всё Угу Так, ну Вроде как Всё Я практически уверен Что ещё где-то Могла остаться руда Я не знаю Как мы будем её искать Учитывая, что Карты руды нету Вы мне говорили, что Ближе к концу Будет возможность Получить карту Всех сокровищ Но я так понимаю Что это не совсем так То есть Вот то, что мы покупаем У Люпа Это оно и есть Это оно, блин, и есть Что это было Что произошло Я, похоже, просто Умер от шипы, да? Короче говоря, если это действительно То, что Люпа продают То по факту Нет у него карты Тогда руды У него есть всё что угодно Но только не руда Угу, ясно А, нам надо сделать крюк прямо Я думал, что мы можем Угу Ну допустим, хорошо Да что ж такое Удивительно, что эти Насекомые живут здесь Покольно Под боком у пауков Стоп Засранец Понимаете, о чём прикол? А если я буду их Отражать их же атаку Это может нифига не помочь А, тут семечка была Точно До которой я не могу добраться Это нам надо как-то в обход Эти Я что-то хотел сказать Кстати, я, честно говоря, забыл Потерял мысль Простите Мы же правильно, да? Правильно вроде бы Вот, кстати говоря, не факт, что здесь сейчас получится Выбраться наверх Ну вот, кстати говоря, и не получается Проход где-то в другом месте Где-то здесь должен быть, судя по всему Короче, это не что иное, как логово ткачей Вот я серьёзно говорю Это вот именно оно Блин Неужели хочешь сказать, что нельзя никак? Интересно, а тот Наш повышенный урон Он распространяется на Нашу магию, например? От магии тоже наносим повышенный урон? Кстати, была бы гораздо интереснее Если бы эта магия тратила Тратила нашу накопленную энергию Постоянно Очень странное место Что-то должно было быть Но этого здесь нету, представляете? Не положили Даже есть эта штучка Обидно, ладно Там должны были быть осколки, видимо А, она так и работает Она тратит нашу энергию всё время Ясно Я думал, что мы один раз её использовали и всё Нифига подобного Тюк Ну тогда ей надо Пользоваться осторожным Особенно против боссов Потому что я же использую лук в основном А лук, зараза, тоже? Энергию жрёт Да Это оно По-моему, это даже последний Если я не ошибаюсь А нет, есть ещё одну какую-то Скорее всего, вот это вот всё Всё последнее, что мы сможем с вами найти Скорее всего, это всё Мы найдём за той загадочной дверью Нет За той загадочной дверью Видите, что он делает? Этот гребаный паук уворачивается Я просто в шоке Ага Так И нам надо по итогу подняться здесь наверх Хорошо Думаю, нас там уже ждут Получий засранец Этот гребаный паук Он сразу уворачивается От наших атак Поэтому с ним надо быть аккуратней Нужно будет сейчас Ещё подлечиться, помимо прочего Потому что если так продолжится и дальше То будет не очень хорошо Вот здесь вот, например Но, кстати говоря, это неплохое место Было бы для фарма, например Потому что здесь Потому что здесь паучки убиваются легко И при этом дают какие-то осколки Немного, но дают Вот Их можно было бы Немножко забусить, к примеру Теми же способностями, которые Теми же способностями, которые делают их сильнее Чтоб не давали из-за этого За это в два раза больше осколков, например Это всё было бы очень удобно Можно было бы их просто кидать на шипы И всё И какие бы они ни были бы сильные И шипы их убивали бы очень быстро Кажется, мы дошли, да? Здесь самая большая концентрация паутины Кстати, пауков это как работает Обычно они должны чувствовать Каждый раз, когда что-то касается паутины Я думаю, что как только мы сюда зашли То то, что здесь живёт Почувствовал это сразу Так, у меня что-то сломалось, по-моему У меня теперь работает эта способность перманентно Удобно Ну конечно Смотри, ухватил Ухватил паутинку Ясно Так не очень удобно было сейчас Ухватил паутинку Ну? В принципе Наша способность Эти хоть и работает На нас сейчас Но при этом по факту Она не работает Я думаю, что лучший вариант, конечно, был бы бить его Именно с помощью булавы Ёлки-палки Что-то такое Мелкие паучки Это не страшно Вот этот йод Он практически сразу Меня убивает Нет Почему мне кажется, что он Возможно, и не плохой Может быть, он тоже под Смрадом А там, может быть, тоже Один из хранителей Знаете И который находится Просто под действием Этого странного Смрада Давай, давай, давай Давай, родной Беги Куда-нибудь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я надеюсь, что Христос из этого прилетит Господи Ну, честно говоря, нет Совершенно не проще Бауэра Да Способность у нас не работала Она просто запрещала, зараза Ага Нет Да, ты посмотри Из паучков на секундочку Попадает жизнь, кстати говоря Так, ясно Не то Точнее, то Я просто подумал, что Она захочет сейчас использовать Симон Так, быстро-быстро-быстро Свет И теперь желательно Не использовать Лук Кошмар Елки зеленые Прости меня, дорогая Но лучше я, чем ты Неужели я действительно убил? Нет 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 Глаза поменялись Спасибо тебе, Петух Теперь я свободна Атаку Искажения Что не давали мне Позить Теперь уют Из-за них нет В равновесии Нам нужен свет Даже тех, кто живет Глаза поменялись Если он не воссоединится То вскоре Вгаснет на век Судьба Что постиглась Нет Ждет весь Нивен Нам нужна Твоя помощь Спадок на вас дает Но благодаря тебе Мы обрели надежду Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok